Так, ну что, Катюш, теперь собираем пазл. Прекрасно. Саш, я устала, я не могу. В смысле устала? Подожди, мы с тобой букеты задуванчиков собрали, правильно? Да. Подделку из веточки сделали, правильно? Идем по расписанию. Дальше у нас пазл, потом мы с тобой рисуем обед и тихий час. Здорово. Саш, я не понимаю вообще, как ты все это успеваешь сделать еще и до обеда. Катюша, просто я папа двух прекрасных дочерей. Доброе утро, губерния. В студии заботливый папа Сашка Андратьев. И любящая дочь Катя Перка. Сегодня Всемирный день родителей, и самое время вспомнить, как нам в детстве было грустно стоять в углу, или как нас ругали из-за этих лишних съеденных конфеток. Все-таки самое главное – это взаимопонимание между родителями и детьми. Слово жителям губернии. Ну давай, собираем. Так. Думать как ребенок. Слушать своих детей. Просто их любить. Нужно больше слушать их, разговаривать. Какой больной вопрос. Любить их. Если есть любовь, будет взаимопонимание. Дети это очень хорошо чувствуют. И если... Они могут многое простить, но если они чувствуют, что родители их не любят, отсюда все и идет. До сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Побольше общаться. И общие интересы, чтобы были. Общаться, наверное, разговаривать больше, уделять времени, как-то развлекать детей, узнавать, чем они интересуются. Слушать детей в первую очередь. И помнить о том, что дети очень хотят, чтобы их любили. Вот и все. Вот это отличный ответ, и мне нечего добавить. Продолжаем нашу программу. У нас в гостях наш эксперт. Дорогой, красивый гость в нашей студии Анна Ермолаева. Адвокат, доброе утро. Доброе утро. У нас сегодня Всемирный день родителей. Международный день защиты детей. Конечно, эти темы нас подталкивают поговорить об извеченном вопросе отцы и дети. С точки зрения законодательства. То, в чем ты разбираешься лучше всего. Так вот, есть процесс перехода наследства. Но мы, конечно, когда говорим об этом, мечтаем о замках, о больших денежных суммах, которые к нам перейдут. Но также могут перейти и долги. Правда же? Да, все верно. Насколько мы в силах отказаться от такой ноши? Смотрите, по закону наследники, они обязаны погашать долги, если они принимают наследство. Например, если вы получаете наследство на миллион рублей, и на такую же сумму есть долги, то, конечно, здесь нет смысла принимать это наследство. Можно от него отказаться. Но как узнать, есть ли долги или еще что-то? Нужно в первую очередь обратиться к нотариусу и попросить делать запросы в банк. Также в Федеральную службу судебных приставов уточнить, есть ли вообще какие-то кредиты, долги, либо исполнительные производства. И уже после ответов нужно принимать решение, принимать это наследство или нет. Выгодно вам вообще или нет. То есть, подождите, долги могут быть непрописаны в этом договоре? Конечно, прежде чем принять наследство, нужно сделать запросы, потому что вы можете открыть наследство. То есть мы такие довольные, берем замок, а оказывается замок... А помимо замка есть еще и кредиты. Поэтому, когда ваш родственник умирает, вы обращаетесь к нотариусу, открываете наследство, но прежде чем его принять, вы просите сделать запросы. В самые известные банки, также в Бюро кредитных историй и в службу с судебным приставом. И после этого уже понимаете, есть смысл принимать этот замок или нет. А если мы не принимаем замок, то куда он уходит? Просто вы отказываетесь от наследства, и есть какие-то другие наследники. Они либо соглашаются принять эти долги и замок, либо нет. Опять же, бывает ситуация, что, к примеру, само имущество стоит миллион, а долгов полтора миллиона. Например, то тогда вы выплачиваете, если вы приняли это наследство, то только выплачиваете миллион. Больше вы не можете выплатить, потому что это незаконно. Также есть еще один нюанс, что не все долги вы обязаны оплачивать. Например, если у вашего родственника были дети, и алименты нужно было ему выплачивать, то здесь вы их не платите. Также штрафы. Но если по алиментам была задолженность, то есть прям исполнительное производство, тогда, конечно, этот долг переходит на вас, и вы будете выплачивать. Также есть еще один момент, что помимо банков, займов, переходят долги по коммунальным услугам, по налогам. И причем по налогам не только основной долг, но и пени. Поэтому прежде чем принять наследство, нужно уточнить всю информацию, чтобы попасть в такое неловкое положение. Но если все-таки вы приняли наследство и решаете отказаться, то также можете написать заявление об отказе от наследства. То есть если вы все-таки приняли его. И еще есть такой нюанс, что бывает фактическое принятие наследства. Ваш родственник умирает, и вы не идете к нотариусу, но проживаете в его квартире, например, вы там прописаны, оплачиваете коммунальные платежи. И это уже фактическое принятие наследства. Но лучше так не делать, сразу идти к нотариусу, потому что здесь вы сразу принимаете наследство, и не получится отказаться от долгов. Вот. То есть самое главное все вот это соблюсти. Отлично. Сделаем небольшую паузу, чтобы правовая информация лучше усвоилась. Срочно выходим на прогулку, не забываем взять с собой детей. Погодка шепчет. Правда, синоптики? Во вторник синоптики обещают в Самарской области переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Днем плюс 19, плюс 24. Ночью столбики термометров покажут плюс 9, плюс 14 градусов. Ветер будет дуть северный 7-12 метров в секунду при грозе порывистой. На севере и западе в дневное время плюс 20, плюс 21. На востоке и юге до плюс 23. В Самаре ожидается переменная облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков. Температура воздуха днем 21-23 тепла, ночью плюс 11, плюс 13. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50-55 процентов. Продолжаем наше общение с адвокатом Анной Ермолаевой. Если отец ушел от матери, да, не платил алименты, а потом в старости вдруг вспомнил про ребенка, что делать в таком случае? В таком случае, когда ребенок еще только растет, и отец ребенку ушел, то матери необходимо обязательно подать на алименты. Да, может быть, он не будет платить, но ей нужно руку держать на пульсе, обращаться обязательно к судебным приставам и брать справку, что никаких алиментов не поступает. И когда ребенок вырастает, будет это доказательством, что отец уклонялся от алиментов. Потому что когда ребенок вырастет, и отец подаст в суд на свое содержание, ему нужно будет доказать, что отец никак не платил, не участвовал в его воспитании. И это будет как раз доказательством. А в каком вообще возрасте можно так подавать в суд на содержание, чтобы тебе садиться? Когда отец выходит на пенсию, либо мать, ну, то есть не будем привязывать. Да, пенсионного возраста. И в таком случае уже гражданин может подать на алименты. Но ему тоже нужно обязательно будет доказать, для чего ему еще нужны денежные средства. Потому что у него же есть пенсия, в принципе, он на нее может жить. Но, скорее всего, он будет к этому времени, возможно, без работы, может быть больным, и поэтому он обращается в суд. Суд, конечно, рассматривает все обстоятельства дела и тогда уже вносит решение. Но в основном присуждают алименты на содержание. Поэтому, чтобы их избежать, обязательно всем рекомендую подавать на алименты. И пусть даже и нет никаких выплат, но обязательно нужно себя перестраховывать, брать справку от судебных приставов. А минимальные алименты это сколько вообще? Минимальные... И в том, а в другом случае? И как в содержании детей, содержанию... Минимальные алименты в размере прожиточного минимума. Вот. Все зависит от количества детей. И уже также можно же подать алименты в твердой сумме. То есть, чтобы понять, сколько нужно ребенку средств, нужно сложить все чеки и примерно подсчитать, сколько в месяц уходит на ребенка. И уже после этого выносится какая-то твердая сумма. Но, опять же, это по решению суда. И зависит от количества детей. Но самое главное, в любом случае, не сидеть сложа руки, действовать. Потому что потом, в последующем, может родитель ребенка подать на алименты. А вот в обратном случае сколько? Тоже такая же ситуация. Также можно в размере прожиточного минимума. Сейчас по Самаре это 10 979 рублей, по-моему. Но он может подать и больше. Потому что если... Как раз с чеками, да? Да. Если у человека есть какие-то заболевания, и ему не хватает, конечно, будут все это высчитывать. Поэтому здесь нужно быть готовыми и всегда собирать какие-то справки. Чтобы потом не было такой сложной ситуации. Еще один вопрос. Взрослый берет под опеку сироту, у которого есть в собственности что-то, да, денежные средства, может быть. То есть опекун потом вправе распоряжаться этим... Этими, как бы, да, господи. С имуществом и доходом. Да, да, да. В соответствии со статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, опекун или попечитель, да, он вправе распоряжаться имуществом, также алиментами, пособиями, пенсиями, либо доходами с имуществом, но только в отношении подопечного гражданина. То есть он не может эти денежные средства тратить на себя. Почему? Потому что обязательно опекун или попечитель должен в органы опеки и попечительства предоставить отчет, куда были потрачены денежные средства, на какие нужды, и обязательно не просто чеки, но и договора. Если этого не предоставляется, то, конечно, это уже нарушение. И также опекун или попечитель несет ответственность за имущество. После 14 лет ребенок может, подросток, распоряжаться своим имуществом, но на это должно быть в первую очередь разрешение от опеки и попечительства, и только после этого уже разрешение согласия опекуна. Потому что ребенка могут подростка уговорить свое имущество подарить либо обменять, но все это должно согласовываться с представителями. Поэтому всегда опекун действует в интересах ребенка. Отлично. Спасибо большое. Анна, продолжаем нашу программу. Юридические лайфхаки услышали. Теперь житейские советы от Саши Буравчика. В эфире «Правила Буравчика» и сегодня пара лайфхаков по уборке на кухне. Полетели. Пыль на решетках вентиляции можно убрать разными способами. Самые действенные – втянуть ее пылесосом или продуть вытяжку баллончиком сжатого воздуха. В любом случае, после очистки от основных загрязнений стоит протереть вытяжку влажной тканью. Удобнее всего это сделать, намотав тряпку на обычную линейку. Пар в микроволновке буквально способен творить чудеса. Достаточно поставить в микроволновку емкость с водой и дать воде хорошенько покипеть. Все, что вам останется, это протереть стенки печи влажной тканью. Также этот лайфхак поможет легко отмыть мультиварку. В частности, крышку и клапан для выхода пара. А вот с духовкой справляться придется своими силами. Жирные пятна, особенно застарелые, иногда просто оттереть металлической губкой. Чем отмывать тканью. Если поверхность требует деликатного обращения, жирное пятно можно присыпать мукой, а затем аккуратно скатать и убрать без царапин. Например, на плите этот метод работает отлично. Если у вас на кухне стоят искусственные цветы, то оживить их можно с помощью майонеза. При уборке очистите листики от пыли, а затем протрите их водой с майонезом в пропорции 1 к 3, и растение будет сиять. Этот способ подходит для придания блеска любому тонкому глянцевому пластику. Если у вас завалялся одинокий носок, не спешите от него избавляться. Носок, особенно если он довольно плотный, станет прекрасной заменой фирменной тряпки для плоской швабры. Просто натяните носок на швабру и мойте полы. Пыль он собирает не хуже микрофибры. С вами был Саша Буравчик. Мои правила работают. Продолжаем нашу программу. У нас в гостях Ольга Таркина, периментальный семейный психолог. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Очень интересная у вас специальность. Расскажите, в чем ее суть. Ну, наверное, не секрет, что рождение ребенка, оно меняет вообще жизнь и самой женщины, и всей семьи. И здорово, когда есть возможность подготовиться к этому событию до рождения ребенка. Много об этом узнать, поговорить с другими мамами, пообщаться. И хорошо, когда рядом есть какой-то опытный человек, потому что так было на самом деле всегда. Раньше ведь семьи жили как бы большим многопоколенным составом, да, то есть были прабабушки, бабушки, мамы, их дочки. И, в общем-то, процесс воспитания ребенка, рождения его, он всегда как бы был вот из рук в руки передавался, да, то есть опыт какой-то был, всегда можно было обратиться к чужому опыту, просить совет. Сейчас мы переезжаем в разные города, живем в отдельных квартирах чаще всего, и поэтому не всегда есть возможность к этому опыту как раз обратиться. Иногда бывает, что этот опыт, он не тот, на который стоит опираться. Поэтому вот появились такие специалисты, и женщины приходят для того, чтобы как раз, возможно, какие-то вопросы задать. Действительно, бывают какие-то тревожные состояния. Получить опыт, и я стараюсь... Какие самые частые, самые большие тревоги, когда будущие родители приходят к вам? Ну, самое первое, да, это, конечно, выбрать место, где вообще родится ребенок, если мы говорим о беременной женщине или, там, семье. Вот, как сделать так, чтобы роды прошли наименее болезненные, травматичные, это, конечно, второй вопрос, и тот, который чаще всего волнует. Как научиться и получить те навыки, которые, на самом деле, способны как раз этот процесс сделать менее болезненным и более комфортным для женщины? Вот, это вот то, что касается во время беременности. Уже ближе к родам женщины, конечно, начинают уже думать о том, что вот этот человек родится, да, и я с ним вот там 4-5 дней пробуду и я буду в стенах даже самого комфортного роддома, потом я приду домой. А вот что дома, что я буду с ним делать, да, а как я с ним буду общаться? А если он будет все время плакать? И, в общем, вопросов, на самом деле, возникает очень много. И все это на фоне пострадовой депрессии еще? Да, это отдельная сложная тема, да. Работаете с такими ситуациями? Я вообще, я работаю в команде с психиатром, да, почему? Потому что послеродовая депрессия не всегда это просто капризы и измененное состояние, да, то есть бывает, что это действительно заболевание, и психиатр может назначить то лечение, которое необходимо. Психолог здесь помогает перестроить, возможно, что-то в семье, найти какие-то ресурсы, какие-то опоры внутри себя, то есть это уже наша часть работы. А как вот партнер должен себя вести, когда он... Ну, первое, что мы всегда говорим в семье, надо разговаривать, да, то есть первое, это вообще разговаривать, выслушивать, да, а второе, это не обесценивать, да, то есть ни в коем случае нельзя говорить, ой, да ладно, ты просто не выспалась, ой, да ладно, а как же раньше растили детей, да, ой, да вот тебе все больше кажется, да, не убегать друг от друга, да, то есть здесь надо найти какую-то вот общую тему, общий ресурс, который будет поддерживать. Ну, и, конечно, я всегда говорю, что нельзя забывать, что вот ребенок родился, это не третий лишний, который теперь, вот, скажем так, разъединяет семью, да, но, тем не менее, у папы и мамы должна быть супружеская жизнь, то есть они должны остаться мужем и женой, у них должно быть то время, которое они могут посвятить друг другу, вот, и ребенок будет только счастливее, если он будет расти в семье, где муж и жена счастливы. У каждого есть личное пространство. Конечно, да. Давайте сделаем небольшую паузу, а чтобы настроение будущей мамы было отличным, приготовьте ей вкусный завтрак, кстати, рецепт подскажет Максим Полагнюк. Доброе утро, друзья! Если вы собираетесь позавтракать, то садитесь, пожалуйста, приятного аппетита, кушайте и смотрите, каким бы мог быть ваш завтрак полезным и вкусным, если бы вы готовили его с нашей рубрикой «Лайфхак на завтрак». Наталья, что будем сегодня готовить? Сегодня мы приготовим лепешки с сыром и зеленью, они очень хорошо подходят именно под завтрак. Я тебе сейчас даю из расчета на одну порцию. Хорошо. В принципе, для двоих человек этих лепешек довольно-таки хватит. На 110 грамм муки, 60 грамм кипятка. Так. Все. Все. Соль и небольшое количество масла. А ты можешь пока порезать зелень. Так точно. Сколько воды на зелени? Сколько воды на зелени? Да, много. Мы ее помыли. Сейчас будет лайфхак. Так. Я режу или что? Подожди. Есть вот такая вот прекрасная сушилка для зелени. Мы сюда складываем. Так вот что это за сетчатые какие-то ведерки. Ведерки. И вот таким образом. Серьезно? Да. Это фантастика какая-то просто. Смотри, у тебя сухая зелень. Вот ее режем. Круто. Вода помешает нам для лучшего, скажем так, соединения. Но она не нужна, она курсит вкус. Так как это кипяток, мы все вначале перемешиваем ложкой. После того, как мы увидели, что у нас вся масса муки собралась в комок, мы можем переходить уже на замес вручную. Лука нам понадобится не так много. Вот так вот. А я пока займюсь лепешками. Для того, чтобы у нас с вами получились лепешки тонкими, а здесь самый будет, скажем так, показатель у нас того, что мы сделаем все правильно, это берем заголовок газеты и смотрим, увидим мы сквозь лепешку или нет. Серьезно? Да. Берусь за лепешечку, буквально небольшой комочек, немного муки. Так, помельче. Еще мельче? Да. Вот смотри, если я беру вот такую скалку... То я делаю и мельче, все, я понял, бить не надо. Я для лепешек. То меня можешь потрогать. Вот какая лепешка получается. Нет, это... Как ушко чье-то. Как мочка уха. Ну, такой скалкой добиться того, чтобы у нас максимально тонкое тесто было довольно-таки сложно. Поэтому вот это тоже лайфхак. Можно прям буквально купить вот такие вот палочки, нарезать, и вот с ними получается... То есть, изначально это не скалка, это что-то другое. Я сначала подумал, что лепешки будут состоять прямо из сыра и зелени. Что? То есть, мы потом как-то их заворачиваем, что ли, зелень? Да. Ага, понятно. Ну, мы не совсем заворачиваем. Вот. Мы их прославим. При какой температуре нужно... Максимально разогревается плита. Так. И у нас... Без масла, без ничего? Без масла, без всего. Это вот самый вот для ппшников, как говорится, радость. Радость. Чем поливаем? Растопленное масло, сливочное. Очень часто на даче делаю вот так, туда и мне двеску полотой. Очень удобно готовить это, кстати, и на мангале. А потом подать к шашлыку. Не совсем завтрак, но завтраки бывают разные. Согласен. Вот так вот, да? Да. Лепешка-сэндвич такой. И вот здесь вот можно чем-нибудь тяжелым, например, немножко прижать. Я подготовилась. Так. Поэтому я предлагаю тебе попробовать с вариантом, когда мы макнем в желток. Попробуй и расскажи мне. Сначала ради чистоты эксперимента попробую без яйца. Пахнет очень вкусно, очень. Знаешь, что мы с тобой пропустили? Что? Мы не посолили, не поперчили. Тогда вопрос. И так очень хорошо. С тобой вопрос? Ну вот, как тебе? Без соли, без перца. Ну, если учесть, что много соли вредно, то на самом деле замечательный вкус. Очень интересный. Пахнет мне какой-то вот, как будто бы из печи достали их, вот здесь. То есть из тандыры, может быть. Вот такой какой-то эффект. Какой-то прямо завтрак сразу становится каким-то восточным, я бы сказала. Ну, я тебе больше скажу. Это рецепт турецких лепешек в гюзлеме. Ммм. Вот как многие растут. Да, конечно, яйцо все меняет. Добавляет нам как раз того, что не потало. Хотелось еще немножко белка. Мне кажется, яйцо как раз свою работу и сделало. Отлично. Друзья, обязательно попробуйте этот рецепт. Очень быстро, очень просто. Справляется даже такой оболтус, как я. Мы желаем вам приятного аппетита. И увидимся в следующих выпусках в рубрике «Лайфхак на завтрак». Да? Всего доброго вам. Счастливо. До свидания. Продолжаем наше общение с Ольгой Таркиной, периметальным семейным психологом. И переходим к небольшому мастер-классу по пеленанию. И хотелось бы узнать сначала, для чего вообще пеленать детей, Ольга? Ну, на самом деле, пеленание, оно помогает иногда ребенку просто успокоиться. Дело в том, что у ребенка, как у любого человека, есть память. И есть такая память, которая ему осталась вот с 9 месяцев, когда он был у мамы животики. Там воды углоплодные, углоплодные оболочки, они как бы обнимают, окутывают, помогают чувствовать ребенку в себе спокойнее и комфортнее. И, конечно, вот пеленочка, да, то есть и то, что мама делает своими руками, она ребенка успокаивает, напоминает ему о том периоде, когда он был вот как раз внутри мамы. Отлично. Дедущие мамы, пожалуйста, сейчас узнайте, как нужно правильно пеленать ребенка. Приступаем? Конечно. Ну, на самом деле, стоит, конечно, помнить о том, что ребенок – это человек, в первую очередь, это не кукла. Здесь у нас всего лишь кукла. Он на рёд двигается. Да, и во время пеленания с ним обязательно нужно разговаривать, да? То есть мы с ним здороваемся, ну, привет, сейчас мама тебя запеленает, да, то есть ручки мы вот так вот делаем плотненько, оборачиваем пеленочку вот сюда, вот. То есть мы делаем это достаточно плотно, ну, это, конечно, кукла, не ребенок, который действительно в это время может швырять ручками, ножками, барахтать ножками, да? Вот. Он… Ребенок скорректирует уровень плотности, переживается. Да, 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 он освободит ручки, если ему будет как-то некомфортно, вот. Вот. Мы оборачиваем сюда, и вот этот вот край пеленочки мы вот таким вот образом сюда вот заправляем. То есть у нас вот такая вот получается… Красота. Вот такая вот красота. Ужло 30 секунд. Да, да. И, конечно, мы все это делаем улыбаясь ребенку, потому что у нас, у ребенка есть три способа, вернее, у мамы есть три способа донести до ребенка свою любовь. Это мимика мамы, это интонация мамы, то есть голос. То есть ребенок не понимает пока значение слов, но он прекрасно различает интонации. И это телесное прикосновение. И вот это все мы можем сделать во время пеленания. И чем больше мы будем ребенку говорить о том, какой он замечательный, какой он красивый, как маме нравится с ним вот общаться, да, тем больше у него будет ощущение того, что он родился в этот мир, чтобы вырасти счастливым. Отлично. Ну и момент засыпания тоже немаловажный, мне кажется, особенно в семье. Вот когда можно начинать потихонечку ребенка укладывать в свою кроватку, чтобы он чувствовал себя там комфортно один, а не вместе с родителями? Когда, да. То есть когда это вообще нужно смотреть по ребенку. То есть есть детки, у которых уровень тревожности, он просто от рождения выше, чем у другого ребенка. И с таким, возможно, на это уйдет, ну, пару лет. А есть детки, которые с удовольствием с рождения спят в отдельной кроватке и никаких тревог по этому поводу не испытывают. Дело в том, что мы, опять же, мы перед сном, мы придумываем какие-то ритуалы, да, то есть смотрим, какой это ребенок. То есть есть детки, которые засыпают под легкий шум, а есть детки, которым нужна абсолютная тишина. Есть дети, которые вообще им самое главное покушать плотно, да, и он легко заснет, да. А есть детки, которые предпочитают засыпать на папином плече. То есть вот здесь вот нужно, конечно, смотреть, кто к нам пришел, кто родился, и дальше уже из этого исходим. Прислушивайтесь, друзья, делайте пометки и помните о том, что это индивидуальный организм, которому нужен свой подход. Ольга, спасибо большое. Продолжаем нашу программу, сделаем небольшую паузу и вернемся. В эфире новости на канале Губерния, в студии Алена Власова. Здравствуйте. Не забывайте о здоровье в летние каникулы. С Днем защиты детей юных жителей Самары и их родителей поздравил главный детский инфекционист региона Сергей Китайчик. Он призывал во время отдыха соблюдать меры предосторожности, мыть руки, носить маски и быть аккуратными во время купания в реках и водоемах. А мамам и папам посоветовал не оставлять детей без присмотра и следить за состоянием ребенка. Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья не всегда. Поэтому не перегревать на солнце, не переохлаждать в холодной воде, купаться только в водоемах проверенных, не пить воду, естественно, из водоемов, не нахлебаться, чтобы этой водой, чтобы не было потом различных инфекционных заболеваний. Пить, естественно, бутилированную или кипяченую воду. И, конечно же, при первых симптомах заболевания обращаться к профессиональным, профессионалам за медицинской помощью. Литература, география и химия. Свои знания в этих предметах накануне подтверждали 3000 будущих выпускников Самарской области. Школьники региона присоединились к сдаче единого государственного экзамена. Наша съемочная группа побывала в пункте видеонаблюдения за ЕГЭ и узнала, что грозит тем, кто играет не по правилам. Под прицелом камер. Затем, как школьники сдают единый государственный экзамен, смотрят не только на месте, но и на пунктах видеонаблюдения. За нарушениями со стороны участников и организаторов следят 99 онлайн-наблюдателей. Все они прошли специальное обучение. Следим за каждым, чтобы он не пользовался шпаргалками, не смотрел в телефон. Ну, конечно, телефон не отпускается, это ясное дело. Вот. И также другие нарушения, такие как разговоры между экзаменами. Мы сообщаем организатору о том, что в данной аудитории есть нарушение. Называем номер участника и отмечаем это нарушение в приложении. Сотрудники регионального Минобра обеспечивают контроль за проведением ЕГЭ на всех этапах, а также при проверке экзаменационных работ в местах работы предметных и конфликтных комиссий. Любые нарушения так или иначе обнаруживаются. На пункт мы приходим с паспортом и гелевой ручкой. Все. Все остальное должно быть в голове. Ну, иногда на некоторые предметы мы разрешаем приносить непрограммируемый калькулятор. Конечно, есть ребята, которые проносят телефоны. И, естественно, мы удаляем таких выпускников. Но это не самоцель. Это контроль за объективностью полученных результатов. Каждый выпускник, каждый претендент на поступление в высшее учебное заведение должен иметь одинаковые шансы. И результат должен быть достоверным. В пунктах приема экзаменов обеспечены все меры безопасности. ЕГЭ проходит в два этапа. Основной с 31 мая по 25 июня. И резервные дни с 28 июня по 2 июля. Дополнительный период предусмотрен для тех, у кого экзамены по предметам совпали в один день. И для тех, кто пропустил экзамен в основной день по болезни. Дарья Зотова, Александр Дудко, Новости губернии. Нет маски, нет билета. В Самаре непрерывно ведется контроль масочного режима в общественном транспорте. За неделю высадили более 140 нарушителей и составили три протокола. Как ограничители и меры помогают в борьбе с коронавирусом, расскажет Андрей Фадеев. Жару сменила прохлада, и у антимасочников стало меньше аргументов, чтобы не надевать средства защиты в общественном транспорте. Пассажиру-нарушителю просто не станут продавать билет. И хорошо, если рядом окажется человек, у которого всегда есть запасные маски. Бесплатно на работе дали вот. Она заботится, да. Мой друг возьму в магазин, а там надо будет маску. Или потеряешь сам чего. Постановление губернатора Дмитрия Азарова по-прежнему в силе, и правило едино для всех. Ограничительные меры должны соблюдать не только пассажиры, но и сотрудники транспортных предприятий. Кондукторам и водителям правило строже. За нарушение им может грозить лишение премии и штраф. По средам на нашем транспортном предприятии проводится собрание с личным составом. Мы на этом собрании напоминаем нашим сотрудникам, как они должны действовать в ситуации конфликтной, что необходимо надевать защитные средства и об этом напоминать всем нашим пассажирам. Представители компании-перевозчиков городского департамента транспорта, а также сотрудники полиции и дружинники проводят рейды каждый день. Пассажиры без масок дальше не поедут, их просят выйти из транспорта на ближайшие остановки. При необходимости помогают правоохранители. Дальше составляют административный протокол, который направят в суд. Штраф до 30 тысяч рублей. С января этого года в Самаре провели уже 880 проверок, высадили более 2700 человек и составили 257 актов о нарушении. За последние 9 месяцев с начала проверок оформили уже более 400 протоколов. Жителям области напоминают, ношение маски это не рекомендация, а правило, которое необходимо соблюдать. Тем более, что есть положительный результат и количество заболевших в день в регионе сократилось. Эту тенденцию важно поддержать. Для того, чтобы нам, наконец, всем с удовольствием вздохнуть и, может быть, отказаться в перспективе от масочного режима, просьба сейчас, в эти дни, при действующем постановлении соблюдать масочный режим. Это положительно, как мы видим, сказывается на динамике заболевания. Снижение заболеваемости способствует и вакцинация, которую может пройти каждый желающий старше 18 лет. О том, как и где сделать прививку, можно узнать на портале госуслуги, обратившись в поликлинику по месту прикрепления ОМС или позвонив на горячую линию 122. Андрей Фадеев, Новости губернии. В Самаре изменили схему движения на дублёре Новосадовой в районе Современника. Участок дороги на пересечении дублёра и улицы Гастелло перекрыли для продолжения реконструкции магистрали в рамках строительства новой двухуровневой транспортной развязки. Объехать это место можно по Тихвинской, Советской армии и основной дороге улицы Новосадовой. Такая схема будет актуальна до 6 июня 2021 года. Участников дорожного движения просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее продумать свой маршрут. От коронавируса привился 400-тысячный житель Самарской области. Им стал сторожил села Камышла. Мужчине 72 года, он уже переболел ковидом и твёрдо решил лучше защититься от инфекции. Наш сюжет из Камышлы прямо сейчас. Раиса Мунирова в селе Камышла знают и уважают все. Он примерный семьянин, а также активный участник общественной жизни. В свои 72 продолжает работать председателем районного комитета ветеранов вооружённых сил. Поэтому, когда полгода назад Раису Латфиновичу был поставлен диагноз COVID-19, односельчане всерьёз обеспокоились за его здоровье и надеялись, что мужчина успешно справится с инфекцией. А Раис Латфинович тогда твёрдо решил, как только врачи разрешат, обязательно сделает прививку от коронавируса. Это же нужно мне в конце концов, а не кому-то. Поэтому решил сделать прививку, чтобы не было осложнений, потому что сказывается определённый возраст, определённые болячки. На прививку, как на праздник, в Камышлинскую больницу Раис Муниров отправился в сопровождение супруги. Первым делом осмотр врача. Давление и сатурация в норме. Температура 36,6. Состояние здоровья в порядке, значит, можно заполнять анкету пациента, согласие на вакцинацию и отправиться в процедурный кабинет. Теперь уверен сторожил Камышлы. Организм под надёжной защитой. Сейчас себя чувствую хорошо. Сделал прививку. Доволен. Неожиданную и радостную новость сообщили Раису Мунирову после вакцинации. Он стал 400-тысячным жителем Самарской области, сделавшим прививку от коронавируса. Поздравить односельчанина пришли и представители районной администрации. Камышлинский район – один из лидеров Самарской области по охвату населения вакцинацией. Здесь от коронавируса защитился практически каждый третий житель. Темпы мы постараемся не снижать, так как и для всей Самарской области стоит задача провести вакцинацию, которая идёт плановой. Это 60-65% от необходимого населения. Наш район, наши руководители, наше население, соответственно, примет все силы для того, чтобы создать иммунитет от новой коронавирусной инфекции. Прививочный пункт в Камышлинской больнице работает и в вечернее, и в ночное время. Всё для удобства жителей. Всего в области прививки сделали более 400 тысяч жителей. Из них более 320 тысяч полностью завершили вакцинацию. Мария Шпакова, Сергей Сергеев, Александр Дотко. Новости губерния. Больше новостей на нашем сайте сова.инфо и в нашем большом информационном блоке в полдень. А у меня на этом пока всё. Всего доброго. Доброе утро, губерния. Студия по-прежнему Катя Перка. И Саша Кондратьев. Мы продолжаем отмечать Всемирный день родителей. Мама и папа – это, пожалуй, главный источник информации для детей, но не всегда эта информация верная. Сегодня мы решили вспомнить некоторые родительские промахи. И начнём с моего любимого. Саша, ты ел конфеты? Нет, врёшь. У тебя же даже уши покраснели. На самом деле сосуды в ушах участвуют в процессе терморегуляции организма. Если уши горят, это говорит о том, что организм перегрелся, а не о том, что малыш вам врёт. А как же? Отойди от телевизора. Если будешь так близко смотреть, то зрение испортится. Очень распространённое утверждение, однако, как показали многолетние масштабные исследования, детская близорукость не имеет связи с просмотром телевизора и сидением около монитора компьютера. Если хрустеть суставами пальцев, заработаешь артрит. Этот миф очень распространён, но бояться нечего. Никакой связи между артритом и хрустом пальцев не выявлено, ведь хрустят не кости, а пузырьки воздуха. Если проглотить жевательную резинку, она пролежит в желудке 7 лет. А если мы проглотим жвачку, она будет так же перевариваться в желудке, как и всё остальное, что мы едим. Просто жвачка будет делать это немножко дольше. Однако в конце она беспрепятственно покинет организм естественным путем. И напоследок, если часто стричь волосы, то они будут быстрее расти. К сожалению, от частоты стрижки скорость волоса не зависит. Скорость роста волос. Примерно 0,35 мм за сутки скорость роста волос. Но тут влияет много факторов. Возраст, гормоны, даже время года. Так что сообщайте детям правильную информацию. Так и взаимопонимание найдёте. Думать, как ребёнок. Слушать своих детей. Просто их любить. Нужно больше слушать их, разговаривать. Какой больной вопрос. Любить их. Если есть любовь, будет взаимопонимание. Дети это очень хорошо чувствуют. И если... Они могут многое простить, но если они чувствуют, что родители их не любят, отсюда всё и идёт. До сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Побольше общаться. И общие интересы, чтобы были. Общаться, наверное, разговаривать больше. Уделять времени. Как-то развлекать детей. Узнавать, чем они интересуются. Слушать детей в первую очередь. И помнить о том, что дети очень хотят, чтобы их любили. Вот и всё. Вот это отличный ответ. И мне нечего добавить. Продолжаем нашу программу. У нас в гостях великолепные участники конкурса «Я рисую губернию», который проводит наш телеканал «Губерния». Очень рады видеть в гостях Ярослава Кравцова, Александру Иванчикову и Галину Кузину. Доброе утро, ребят. Рассказывайте сначала, откуда вы к нам приехали. Я приехала из Тольятти. Из Тольятти, отлично. Я тоже из Тольятти. Я приехала из Тольятти. Да, Галин, мы сразу догадались по рисунку, который как раз ты нарисовал и представил. Ярослав, почему именно это ты нарисовала? Расскажи, пожалуйста, что изображено на твоём рисунке и что тебя вдохновило на создание этого шедевра? На этой картине изображён парусник, который плывёт по Волге. Я решила нарисовать эту картину, потому что это красота моего родного края. Сам плавал на паруснике хоть раз? Нет. Он наблюдал с берега, когда он же художник, видишь? То есть такую картину можно как раз где-то вот недалеко от твоего дома увидеть. В свободное время я и моя семья, мы гуляем вместе по набережной и часто видим вот эту картину. Прекрасно. Вот он, свежий воздух, вода. Вот что вдохновил Ярослава на этот шедевр. Здорово. Саш, у тебя что пришло? Это Голубое озеро Самарской области, очень известная достопримечательность. Ну, я выбрала эту картину, потому что мне очень нравится, я там была, вот, и меня прям заворожила эта картина, и я решила нарисовать. Ну, правда, очень здорово, и мы тоже любители таких мест, Голубое озеро. Ну, есть прекрасная фотография его как раз вот сверху, да, вот откуда этот ракурс. Ну, ты как, рисовал по фотографии или как-то вот? Да, по фотографии. Хорошо. Галина, рассказывайте. Здесь я нарисовала Сызрань в зимнее время. А почему зимний пейзаж у вас? Ну, тема была такая, хрюшки. Это, получается, Кремль тот самый Сызранский, известный на всю Россию. Здорово. Расскажите, ребята, о планах на это лето. Лето уже здесь, уже началось. Естественно, три месяца хотелось бы провести как можно ярче. Ярослав, какой у тебя план? Ну, вообще, я планирую, ну, как обычно, отдыхать, ездить куда-нибудь. Например, плавать на Волгу, ездить. Рыбалка, может быть? Да, рыбалка. Отлично. И рыбачишь еще? Какую самую большую рыбу поймал? Ну, в принципе-то. Вот, настоящий джентльмен, конечно же. Саша, и у тебя какие планы? Ну, помимо отдыха, я еще планирую готовиться к экзаменам, потому что я на следующий год сдаю. О-о-о. Вот. И, ну, а так-то, да, только отдыхать и все. Ну, ты как уже определилась со специальностью, к чему будешь готовиться, какие экзамены сдавать? Ну, я планирую поступать в архитектурный вуз в Самаре, вот здесь. Ну, может быть, еще какие-нибудь города рассматриваю, вот. Отлично. Будучи архитектором, в общем, все. Так, Галина, как у вас с летом? Ну, летом, может быть, я в лагерь поеду. Тоже, кстати, неплохо. И гулять буду. Намечательно. Как вообще, вот, решились участвовать в этом конкурсе? Какой был такой толчок, мотиватор вас? А, дай-ка я нарисую, поучаствую в конкурсе, Ярослав. Ну, я люблю рисовать еще с самых малых лет. Я люблю рисовать свой родной край. И еще как раз мне учительница порекомендовала этот проект. Прекрасно. Как, кстати, возможно себя осознавать победителем в таком проекте? Потому что было представлено около 900 работ. И вы как раз в числе победителей. Саша, вот что ты испытываешь, когда узнала, что о, круто? Я вообще не поверила, потому что это так неожиданно было. Вообще даже не подозревала, что я займу призовое место, что меня замесит. Как ты думаешь, почему? Вот что такое в твоем шедевре произвело впечатление на нашу судейскую комиссию? Честно, не знаю. Мне кажется, вот такая естественность, которая граничит с чем-то нереальным. Галин, какие твои были эмоции, когда узнала, что... Странно. Как отнеслись друзья, семья к твоей победе? Ну, рады были. Рады были, конечно. Хорошо. Отлично, ребят, желаем вам успехов. Уверена, что это не первая победа в таких творческих конкурсах. Поэтому самое главное, вдохновляйтесь и дальше. Ни в коем случае не забрасывайте изобразительное искусство, потому что мы видим, что в этом у вас большие успехи. Спасибо большое. Продолжаем нашу программу. И сейчас разомнем косточки на литературном балу. А затем вновь вернемся к приятному общению. Вальс «Нежность» открывает программу литературного бала. Библиотечный зал вновь на один вечер превратился в танцевальный. Устраивать балы в Самарской областной универсальной научной библиотеке уже традиция. Этот проект реализуется в рамках проекта, получившего грант «Золотая осень». И изначально этот проект был нацелен на лица старшего поколения. Но вот именно в этом году мы пригласили к участию в этом мероприятии лица и увидели отклик от молодежи и укрепляет связь поколений. Для многих бал – это праздник, к которому готовятся основательно и долго. Танцоры свой образ продумывают до мелочей. Макияж, прическу, наряд – этот творческий вечер стилизован в духе немногочисленных праздников времен войны, а также предвоенных и послевоенных балов. Вообще нам нравятся именно эти балы в библиотеке. Они какие-то душевные. Жалко, что в прошлом году не было. Так что мы стараемся всегда на них приходить, если есть возможность. Особенность этих исторических бальных танцев в том, что, как вы могли увидеть, что объединяют эти танцы люди разных возрастов. Здесь есть и пожилые люди, есть и совсем молодые ребята. И мы все прекрасно танцуем. Ну и также точно на тренировках тоже. И старый млад. Каждый находит в этом что-то свое для души. Профессионал или новичок здесь рады всем. Перед каждым танцем организаторы заботливо повторяют танцевальную схему. Проговаривают шаги. Кавалер поворачивается в правой даме, левую опустите, пожалуйста. Правые ручки с правой дамой. Я, например, новичок все-таки. Юля танцует очень давно, я совсем недавно. Так что новичкам надо помогать, и они очень быстро становятся уже не новичками. И точно так же танцуют с удовольствием, как и все остальные. Юлия Север, Сергей Александров, Потрогуберни. Продолжаем наше общение с победителями конкурса «Ярису и Губернию», который устраивает наш телеканал «Губерния». Рада познакомить вас с Аленой Выходцевой, Дарьей Меркушевой и Виолеттой Веренеевой. Доброе утро, девчата. Рассказывайте, пожалуйста, о своих работах, как вам удалось победить. Итак, Виолетта, начнем с вас. Сабантуй. Сабантуй. Почему именно Сабантуй? У меня есть подруга, и она как раз рассказала мне про этот праздник. Она рассказала про эту замечательную атмосферу. Там также есть много интересных игр, танцев. И я решила, что это будет замечательная идея изобразить ее на бумаге. Ну, действительно. Вот мы смотрим на вашу картину, и чувствуется вот это веселье, атмосфера какой-то радости, свободы. Здорово. Даша, у вас? Хотелось изобразить более знаковое место Самарской области. Это как будто владя во время реконструкции, да? Во время строительства. Во время строительства. Ага, то есть так даже заглянули немножко вглубь всего этого дела. Хорошо. А вы находили какие-то фотографии, которые с тех времен, и с них как бы... Очень реалистично, девчата. Алена. Ну, ее работу уже взяли в музей, поэтому она вынуждена рассказывать о ней. Что вы нарисовали? Я нарисовала мост, он мне понравился, мы на него смотрели, и я захотела его нарисовать. Ага, просто мост. А откуда вы, кстати, приехали, Ален? С Самарой? Нет. Из Тольятти? Из Сызрани? Да? Нет. Нет? Из Чапаевска? Давай будем угадывать. Так, Алена. Из Октябрьска. Ой, Октябрьска, прекрасно. Даша, вы откуда? Чапаевска. Ага. В Тольятти. Отлично. Широкая сегодня у нас география, но насколько широка наша губерния, это здорово. Как вы вообще себя ощущали в тот момент, когда узнали, что стали победителем, Виолетта? Ну, действительно, 900 работ пришло на наш конкурс, и вашу работу отметили. Я очень удивилась, но я просто была счастлива, так как это все равно, когда ты очень долго работаешь над каким-то произведением, тебе очень приятно, что ее как-то оценили, и все-таки твои труды вознаграждены. Ну, сколько времени ушло на создание? Ну, я эту работу рисовала во время коронавируса, во время дистанционки, и ушло на нее, наверное, месяц. Ну, я, конечно, не каждый день прям по несколько часов, но в день получается часа два, час тратила. Да, что самое сложное в вашей картине было вот именно нарисовать как раз? Люди. Люди, да? С людьми какого? А почему люди? Ну, потому что, видимо, они такие, они небольшого размера по сравнению с ладьми. Да, как-то замеряли все, вот, чтобы пропорции были правильно субъедены. Наверное. Отлично. Алена, как вас посетило вдохновение? Ну, я думаю, что мою работу не выбрали, а, оказывается, взяли ее. Я рисовала очень долго, а ее в итоге выбрали. Ну, это прекрасно, видите, потому что долго рисовали, если быстро нарисовали, не выбрали бы. Уже лето начинается, девчат, делитесь планами, что впереди. Ну, я пока закончила восьмой класс, это будет девятый, ну, ОГЭ, как я знаю, ждет. Ну, конечно же, хочется поехать, наверное, к родным как-то провести время. Так, Даша, у вас какие планы на лето? Чем будете заниматься? Чтение книг, я полагаю. О, прекрасно. Может быть, нарисуете еще какой-нибудь шедевр? Выйти на пленар, планируете. Ну, почему? Хорошо. Алена, чем вы летом будете заниматься? Три месяца летних, солнечных? Целый день рисовать и бегать с друзьями. Отличный план, хорошо. Дайте, что ли, я не знаю, несколько советов вот тем людям, тем детям, которые, ну, не осмелились, что ли, принять участие в нашем конкурсе. И вот, что, что нужно? Что для этого нужно, чтобы победить в конкурсе «Я рисую губернию»? Вот такой сейчас рецепт от Виолетты. Давай. Нужно стараться. И даже если у тебя что-то не получается, все равно пробуйте, потому что, несмотря на то, что, сколько ты времени в это вложил, если это сначала как-то, ну, чего не увидели, то со временем ты будешь стараться, и все будет замечательно. Вот так. Отличный совет. Спасибо вам большое. Спасибо. На такой позитивный. Точно. И вам желаем удачи, успехов, хорошего лета. Пусть все получится. Продолжаем нашу программу. Как приятно поговорить с хорошими детьми, а с совинными детками пообщалась Марин Барков. На территории Самарской области обитают 11 видов сов, в их числе филин, занесенный в Красную книгу, и самая многочисленная ушастая сова, которая населяет даже городские окраины. Перечень видов обширный, но численность самих птиц невелика. Главная проблема – квартирный вопрос. Им нужны стены, им нужна крыша над головой, поэтому успех размножения очень не самый лучший, и гнездовые ящики – это, в общем, выход для них. Уж если мы не можем предложить им 300-летние липы, то мы можем предложить обычные гнездовые ящики. Обустройство гнездовых ящиков для совиных в Волжском, Кенельском, Красноярском и Ставропольском районах позволило значительно увеличить их численность и снизить популяцию грызунов. Орнитологи наблюдают, как развиваются птенцы длиннохвостой неясоти. В этом году мышей мало, поэтому выводок появился поздно. Сейчас, конечно, в норме они уже должны вылететь, встать на крыло, и где-то вот к майским праздникам они это делают. 10 мая, может быть, 12-го. То есть то, что вот сейчас мы увидим пуховых птенцов, это очень поздно для них. Ну, как-то они решают, как им лучше, они знают лучше нас. Ну, а мы наблюдаем и радуемся. Волонтеры и орнитологи сколачивают жилище вручную. Каждому виду птиц свой размер. Домик должен быть из дерева, неприметный, внешне и подвешенный на высоту более 5 метров. Домики прочные и долговечные, рассчитанные на многие поколения пернатых. Например, этот ящик в лесу Кенельского района служит верой и правдой птицам уже 6 лет. В этом году здесь сидят два совенка. В благоприятные годы неясоть выводит до 6 птенцов. Длина хвостая неясоть. Она обычно для средней полосы России и конкретно в Самарской области. Она довольно распространена и не исчезающая. На ней нет какого-то такого статуса. Первые искусственные гнездовья в регионе появились 15 лет назад. Всего в лесах Самарской области оборудовано около тысячи искусственных жилищ для хищников – орлов, соколов и сов. Сейчас слетки покидают гнезда. Если вдруг вы встретили совенка в лесу, не спешите брать его в руки. Рядом родители, которые о нем заботятся и подкармливают, пока он не научился летать. Если вы встречаете совенка в городе, то максимум, что можно сделать, это подсадить его на ветку, чтобы его не съели кошки или собаки. Марина Баркова, Сергей Александров. Утро губернии из Кенельского района. На сегодня все. С вами были Катя Перка. И Сашка Андрей. Пока-пока. Так, ну что, пойдем в прятки играть, потом в классики на асфальте попрыгаем и догонялки, естественно. Саш, ты какой-то несовременный. Лучше видосики в ТикТоке посмотри, а не в прятки играй. Тогда мороженого не будет. Ну, пап. Пирай телефон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»